В эфире наши новости в студии Евгения Даровская. Здравствуйте. Барнаульский планетарий останется на прежнем месте пока. Ближайшие два года Звездный дом будет занимать здание Креста Воздвиженской церкви, которое, кстати, официально передано епархии. На днях глава города Сергей Дугин и митрополит Барнаульский Алтайский Сергий подписали окончательное соглашение. По договору планетарий безвозмездно будет пользоваться зданием церкви еще два года, и вопрос о выселении Звездного дома поднимать не будут. Предполагается, что за этот период мэрия подыщет подходящее здание для планетария. А сегодня станет известно имя воспитателя года Алтая. На протяжении недели работники детских садов боролись за это звание. Всего было 33 заявки, но в финале оказалось только половина педагогов. Участники проводили творческие мастер-классы, показывали открытые уроки, демонстрировали авторские методики работы с детьми и писали сочинения. Церемония закрытия конкурса состоится сегодня, и, к сожалению, организаторы до последнего держат в секрете имя победителя. Известно, что воспитатель года Алтая получит премию в 200 тысяч рублей и будет представлять наш край на подобном состязании, но уже российского уровня. Понизить размер курортного сбора просят власти белокурихи. Предложение прозвучало на совещании в Краевом законодательном собрании. Предлагается снизить плату для туристов с 50 до 30 рублей. Тех средств, что поступает в фонд курортной инфраструктуры и, соответственно, в бюджет города на дальнейшие благоустройства, мы считаем достаточными. Это достаточно серьезное вливание в бюджет и в город. А повышение курортного сбора, в результате всего, негативно отражается на наших клиентах, на наших отдыхающих. Напомним, эксперимент курортного сбора в Крае стартовал в мае прошлого года. На развитие туристической инфраструктуры Белокурихи планировали собрать 20 миллионов рублей, но собрали на 600 тысяч больше. Поэтому тариф решили снизить. Инициатива внесена на рассмотрение депутатов законодательного собрания. Когда ее вынесут на обсуждение, пока неизвестно. А тем временем организаторы ежегодного праздника цветения моральника рассказали, как пройдет седьмое по счету открытие летнего туристического сезона. Песни и пляски на лужайке, угощения со всех районов края и неизвестная картина Чуросгуркина. Подробнее Илья Кочетков. Начнем с сенсации, заявили организаторы. Пресс-конференцию неспроста провели в Краевическом музее. Здесь почти год назад в запасниках нашли ранее неизвестную картину алтайского художника начала прошлого века Григория Чуросгуркина. Моральник. У нас сегодня, у всех жителей и Алтайского края, и Республики Алтай, потому что мы все-таки вместе, есть вот такая уникальная работа, которая еще больше объединяет нас под этим общим праздником. Эта картина войдет в первую полноценную для Барнаула выставку знаменитого художника, которая откроется в музее 25 апреля. Будет всего представлено несколько десятков работ. Но основной площадкой, конечно, станет «Бирюзовая катунь», где 1 мая пройдет целая череда представлений, конкурсов, выступлений. В этом году изюминкой праздника станет формат так называемого концерта на лужайке. Почти все артисты спустятся с главной сцены на землю. Мы с вами остаемся на земле, потому что мы приехали прикоснуться к горам, почувствовать себя, ну уж не знаю, погода позволит или нет, но какие-то годы все там загорали и ходили босиком на зеленом траве. И смотреть на артистов, как я смотрю на вас. И плясать вместе с ними в хороводах. Организаторы намекнули, что на искусственном озере тоже, возможно, пройдет кое-что необычное, если только позволит погода. И даже если те немногие кусты моральника, что обычно цветут на «Бирюзовой катуне», не успеют распуститься, розово-сиреневых оттенков все равно пообещали много. Площадки будут полны моральниковой символики. Ожидается, что праздник в этом году посетить не меньше людей, чем в прошлом, около 30 тысяч. И летний туристический сезон официально будет открыт. Илья Кчетков, Алексей Фризин. Наши новости. В Барнауле открылась самая крупная выставка деликатесов севера и Камчатки. На ней представлено большое количество редких сортов рыбы. Не только невероятно вкусных, но и полезных. Консервированная соленая и копченая рыбка порадует любого гурмана. Натуральное копчение, никаких искусственных добавок и только отборное сырье. Рыбу таких наименований не встретить даже в самых крупных магазинах нашего города. Дамам, следящим за фигурой, особое внимание стоит уделить рыбе марлин. Она считается одной из самых дорогих в мире. Мясо не очень жирное, красноватого цвета, имеет нежный и сочный вкус. Его можно давать даже маленьким детям, поскольку в нем нет мелких костей. Кроме того, на выставке вы можете приобрести зубатку, кальмары, мясо трубача, крабы и различные виды икры. Многие горожане оценили и новый ассортимент мороженой рыбы. Лосось, дорадо, лагустина, тихоокеанская селедка. Приобрести ценные деликатесы с севера и Камчатки к своему столу вы можете еще до 7 апреля. Терцепионер, третий этаж. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноз погоды компания «Эвалар». Черникафорте «Эвалар» – самые популярные витамины для зрения. Это максимум черники лютеина и омега-3. Черникафорте для всей семьи. И даже детям с трех лет. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае переменная облачность, в отдельных районах возможен дождь и даже мокрый снег. Прохладнее всего ожидается в Камне-Наби, около 2 градусов выше 0. В Вийске и Славгороде 5 тепла, до 13 – в Змейногорске и Рубцовске. В Варнауле дождь, днем 3 градуса тепла. Напоминаю, телефон редакции в Варнауле – 722-440. Полная картина дня в вечернем выпуске новостей. До встречи.